Здравствуйте, дорогие зрители! Мы подошли с вами к времени 1890-х годов, как условно можно их назвать, время действительного перелома и смены традиции уклада жизни русского общества. И это время, оно естественно растянулось на десятилетия, как всякая смена эволюционным путем, которая произошла, и отразилась в очень-очень разных формах жизни того времени и очень по-разному. Во-первых, с одной стороны, конец XIX столетия, начало XX столетия ознаменовался возвращением, реставрацией старины и повышенным интересом к старине. Вот мы все уже знаем, что это время модерна, начало XX столетия, рубеж XIX-XX столетия, это время модерна. И наряду с этим модерном и действительно культурой совершенно как бы новой, меняющейся реставрацией древнерусской жизни, древнерусских нравов, древнерусских укладов. Вот я приведу только такой один пример, что интерес к России, он, естественно, он в Западной Европе был всегда, и тогда это одна шестая часть суши. И была в Париже выставка российского искусства, была выставка, посвященная России, занимающая отдельный павильон. И вот на этой выставке, несомненно, что нужно было туда везти прежде всего, конечно же, то, что представляло русскую культуру. Вот перед вами как раз этот павильон на Всемирной выставке Парижа, русский павильон. И вот надо сказать, что действительно реставрация, интерес к древнерусской жизни, он имел и свой очень яркий плод в культуре того времени. В частности, до нас дошедшие русские орнаменты, они были в исполнении учащихся учителей Строгановского училища, живописи, вояния, изучества. Именно тогда, в конце столетия, в Строгановском училище возродился русский орнамент. По спискам древнерусских рукописей люди восстанавливали те орнаменты, которые были на протяжении 13, 14, 15, 16 и так далее столетий, характерные для древнерусской живописи. Вот древнерусский орнамент, древнерусская заставка, все это было собрано в Строгановском училище, вояния, изучества для совершенно конкретных промышленных целей. Потому что именно эти элементы древнерусского искусства должны были войти в русскую промышленность рубежа столетий. Вот один из очень многих примеров того времени. Время 20-го столетия, время и открытие древнерусской иконы. Ну, конечно же, речь идет не о том, что люди, живущие в 19-м столетии, не знали древнерусскую икону. Но вот это новое осмысление древнерусской иконописи, новое какое-то ее прочтение совершенно определенное, было действительно, возревало в начале 20-го столетия. И оно подготовило потом это прочтение такие фундаментальные труды, как отца Павла Флоренского. Потом, уже позже, труд, который переиздавался и переиздается сейчас, является, можно сказать, настольной книгой для современного иконописца. Это книга Льва Успенского «Богословие русской иконы», которая была написана уже в Париже в 30-40-е годы в эмиграции. И издавалась у нас сначала подпольно, а теперь совершенно явно. Реставрация Троицы Рублева, обретение этих красок толкало на осмысление цвета и вообще поэтики русской иконы, происходящие действительно в начале 20-го столетия. В начале 20-го столетия это то и понятно, почему действительно так стала культурой востребована, я даже не боюсь сказать культурной модерна, но культурой модерна востребована русская икона. Потому что модерн пытался изобразить духовную невидимую реальность, пытался прикоснуться к ней, но об этом мы еще будем говорить более подробно. Но, тем не менее, вот сейчас обозначим эту тему для того, чтобы понять, почему русская икона была востребована. В русской иконе, в византийской иконе, вот та самая духовная реальность была передана совершенно особой поэтикой, особой их цветом, светом, графикой и так далее. И вот как раз это начинают понимать люди, живущие в начале 20-го столетия. Обращение к русской старине, конечно же, оно происходило, как я говорила, по-разному. И, в общем-то, здесь каждый видел что-то свое, очень известное. Иллюстрация Врубеля, здесь не иллюстрация картины Врубеля, здесь несомненное обращение, вы видите, к русской старине. И определенная стилизация этой старины, которая была характерна не только для Врубеля, а вообще для того времени. Вот тоже еще одна из картин «Девушка 17-го столетия». Ну, тоже такая стилизация под древнерусскую жизнь, древнерусские нравы. И посмотрите еще, пожалуйста, это уже юнг, троица. То есть вот этот уклад жизни, древнерусской жизни, он пытался быть осмыслен в начале 20-го столетия. Это с одной стороны. С другой стороны, начало 20-го столетия и 90-е годы этот перелом характеризуется тем, что действительно прошлое уходит. Прошлое уходит на глазах современников, и об этом свидетельствует и чеховский, всем известный, хрестоматийный, известный Вишневый сад с его поэтикой уходящего дворянского гнезда. И очень-очень много других реалий того времени. Не случайно была организована и пользовалась большим успехом выставка, на которой показывали помещичьи усадьбы и вот эту уходящую помещичью жизнь, которая становилась на глазах, опять-таки повторю, современников реликтом. Как это ни странно. И вот эта поэтизация старины, поэтизация дворянской уходящей культуры, это тоже была составляющая часть Серебряного века. Вот, посмотрите, пожалуйста, одна из таких поэтизаций и стилизаций художника, который, несомненно, являлся выразителем настроения 20-го столетия. И был оценен современниками уже гораздо позже, не в период своей жизни. Это Борисов Мусатов, гобелен. Перед вами как раз помещичья усадьба, что обозначает сзади, вы видите, дом. И две девушки, одетые именно в костюмы уже не перелома, не начала 20-го столетия. Несомненно, их поза, их одежда, вот все это свидетельствует об обращении к усадебно-помещичьей жизни. Само название гобелен тоже относит уже к времени уходящему. С одной стороны, это было явление реставрации прошлого по разным параметрам, как церковного прошлого, как реставрация помещичьей жизни, каких-то форм помещичьей жизни. Вот с одной стороны, это было отражено и в журналах, и с другой стороны, это действительно, как повторяю, было реалией того времени. Многие и многие люди старались собирать предметы быта, старого быта. Многие, так называемые, новые, новый слой населения, банкиры, фабриканты, те, кто только что разбогател, старались собирать антик, старались собирать вот эти старые вещи и свое жилище украшать им, чтобы, собственно, приблизиться к тому дворянскому высшему обществу, к той голубой крови, которой они были лишены. И вот это тоже было явлением времени, периодически оно бывает во все времена, но рубеж столетий, перелом, он тоже этим характеризовался. Алексей Толстой, чуткий очень художник, изобразил ряд таких зарисовок в своей прозе того времени, в частности, приключения Растегина. Это рассказ о том, как некто Растегин, разбогативший на финансовых операциях, хочет обставить свою жизнь интерьером антиком из старинных дворянских усадеб. И вот именно за этим, за антиком он едет по дворянским усадьбам, уезжает далеко в глубинку и наблюдает там эту дворянскую жизнь, уходящую дворянскую жизнь, разрушающуюся дворянскую жизнь и, несомненно, вымирающую, что показывает Толстой достаточно сатирически, вот на глазах этого финансового воротила, который ничего не понимает, естественно, не в укладе его окружающим, но понимает, что то, зачем он поехал, оно весьма призрачно. То, что изобразил Алексей Толстой с достаточной долей иронии, оно действительно имело место быть. И Георгий Иванов в своих очерках, набросках, уже написанных за границей, он отразил как раз одну из черт того времени. В частности, вот этот журнал, который пользовался очень большим успехом столица и усадьба. Надо сказать, что рубеж столетий, он был связан и с очень большим расцветом искусства книги. Издавались роскошные, намелованные бумаги журналы. Всем известны такие издания, как Аполлон, Золотое Руно. Вот столица и усадьба принадлежала к такому типу журнала. Еще скажу сразу, что вот расцвет книги в начале 20-го столетия тоже связан в определенной степени с обращением к древнерусской культуре. Потому что в древнерусской культуре книга занимала совершенно особое, можно сказать, сакральное место. И восходила к одной из центральных книг, к Евангелию, которая была и книгой, читаемой в семьях, и книга, читаемая за богослужением. И эта книга определяла, как много раз говорили, уклад жизни. И вот книга в Древней Руси, она, это был единый некий ансамбль слова, то есть текста, оформление этого текста со всеми вытекающими последствиями. То есть между тем, что, о чем писалось, между шрифтом, то есть между буквами, расположением этих букв и, в конце концов, иллюстрацией. В книге существовало очень тесное детство, которое в лучших представителях книжной культуры знаменовало гармонию текста, словесного образа, художественного образа. И можно привести вот только такие яркие примеры, то, что и буквы, буквенные заставки, они уже сами по себе изображали что-либо. И вот такое единство рисунка, образа, то есть художественного, и текста, словесного образа, было характерно для древнерусской книжной традиции. И именно к этому опыту обращаются и художники книги, а таковые возникают именно художники книги, не просто художники, а художники книги, иллюстрирующие текст Тобужинский, Нарбуд, Бенуа. Вот они становятся не только художниками, но и художниками книги. И они обращаются к такой книге, в которой текст и рисунок составляют ансамбль, некое культурное единство. И вот «Столица и усадьба» – журнал, который издавался в годы перелома в город уходящей усадебной культуры. И мы говорили о том, что появление таких толстых, красивых журналов связано действительно с возрождением древнерусской книжной традиции. Но многие журналы при этом, естественно, были и достаточно сусально оформленные, и алиповатые. И вот «Столица и усадьба» Георгий Иванов оставляет свои, несомненно, как и всякие воспоминания, субъективные об этом издании. Пишет он при этом иронично. «Столица и усадьба» имела под заколовок «Журнал красивой жизни». Но согласитесь, что действительно сам этот подзаголовок сразу говорит о многом. И это было очень полезным примечанием. Во внешности ее легко можно было принять за присланный из Голландии каталог цветочных луковиц. Владимир Крылов, основывая свою усадьбу, верно понял, что было нужно, чтобы действительно создать журнал. Дальше Георгий Иванов описывает, насколько это был роскошный журнал. Красивой жизнью, в кавычках, дышало уже объявление подписки. Контора «Дом Зингера» в лифте в третий этаж. Редакция «Каменный остров. Собственная вилла». Простая вещь, но как подано. Точно не конторское объявление, а отрывок из поэза, как пишет Георгий Иванов, божественного Игоря. Имеется в виду Игоря Северянина. На каменный остров, в собственной вилле, дом Зингера в лифте на третий этаж. Так переделывает Георгий Иванов объявление о подписке. Действительно, это время, где характерное стремление к красивости, к эстетизации всего, что только попадает, скажем так, на глаза. И дальше он, Георгий Иванов, приводит, собственно, что печатается в этом журнале. Здесь, с одной стороны, печатаются литературно-художественные произведения, причем они все выдержаны не в стиле модерн, а в таком сдержанном традиционном стиле русской художественной литературы, дворянской, но, условно говоря, золотого века. Стихи «Князь Касаткин-Ростовский» из нового времени или «Леонид Афанасьев» оттуда же. Содержание по времени года. Весна уж наступила, если номер апрельский. Осень туманная вновь наступает, если номер в сентябре. Ну, а в зокобре понятно про коньки. Как известно, в этом заключается поэзия старой школы. Проза автора не важны, хотя среди них есть имена полковник Илец или сам Крымов. Дальше приводится типичный образец прозы того времени. Закурив ароматную гавану, старый банкир задумчиво спросил женщина. «Знаете ли, господа, что такое женщина?» «Женщина – это сфинкс», – сказал, помолчав, знаменитый художник. «Нет». «Женщина – роза с шипами», – возразил ему юный поэт. Камин ярко плал. Вот этот набор действительно красивостей, с претензией на многозначных и решённых действительно какого-то глубокого смысла, действительно характеризовал массовую, так скажем, прозу того времени, с одной стороны. Но разделы, где помещалась стихи, проза, не были столь знаменательны, как раздел, посвящённый по усадьбам и светской жизни. Вот как раз по усадьбам репортеры этого журнала ездили и фотографировали те самые старинные усадьбы помещичьего быта, которые могли уже быть куплены банкирами и новорешами XX столетия. Например, купил, пишет Иванов, какую-нибудь воротило, проданное с торгов княжеское имение. Ну, купил, отремонтировал, пьёт себе чай с блюдечка на исторической террасе. Столица и усадьба, это уже известно, столица и усадьба шлёт уже своего сотрудника туда. Сам воротило, может быть, и не интересуется блеском, бывают такие отсталые, но жена, дочки, племянницы интересуются наверняка. Снимаются фотографии, изготовляются клише и потом в лаборатории красоты, в лифте на третий этаж, наводится лак. Имение Кривые Рожки. Колыбель князей чернопольских, черносельских. На террасе, под историческим дубом, посаженным графом Сологубом, автором Тарантаса, семья нынешних владельцев, господ Мухаедовых, задачным фаев-оклоком. Тульский самовар, конечно, унесён на кухню, блюдечко отнятое с растопыренных пальцев тятеньки. Если имение не княжеское, не историческое, то всегда можно посадить старшую дочь владельца на лошадь знаменитых заводов графов Кулябко-Корецких. Дать ей в руку какой-нибудь хлыст, выписанный из Лондона от поставщика его высочества принца Уэльского. И эффект будет тот же. В свете громких фамилий, вульгарный Мухаедов засияет новым, респектабельным блеском. О, этот Крымов, волшебник. Тут же и в светской жизни госпожа Сапогова позирует в ателье скульптора барона Раушфон Траутенберг. Если же скульптор на своё несчастье сам Сапогов, то всё-таки это ничего не значит. Позирует в ателье скульптора Сапогова, автора бюста Леди Астер, получившего гранд-приз в осеннем салоне. Вот такой стиль столицы и усадьбы. Здесь несомненное стремление, ну достаточно, здесь нельзя не согласиться с Георгием Ивановым, в определённой мере и безвкусное, к реставрации вот этой красивой, уходящей помещичьей жизни, к соединению нового сословия Новориши с дворянским гербом. И так далее, и так далее, и так далее. Эстеты культурные, тоже пишут достаточно иронии Георгия Иванова, читали старые годы, ещё один журнал, и собирали так называемые ансамбли. Начинался ансамбль ампирной мебелью, кончался коллекцией миниатюр. И те, кто дошёл до коллекции миниатюр, знаменовали настоящих собирателей. Какую бы отрасль старины вы ни назвали, он настоящий коллекционер, кивнёт устало-самодовольно. Петровские пуговицы. Сейчас покажу вам моё собрание. Если человек дошёл до миниатюры, никакие пуговицы для него не новость. Миниатюрами завершалось здание, начатое когда-то колченогим столом с набором, купленным даром, то есть за 100 рублей, у ничего не понимающего старьёвщика. Потом долгие годы сомнений, восторгов. И, наконец, всё это увенчивалось миниатюрами. Вот это, конечно, стремление общества, с одной стороны, действительно к увековечению старого, и, с другой стороны, разрушение этого старого, оно представляло собой удивительную смесь. И вот эти люди, собирающие костяные миниатюры, совершенно не фантазия Георгия Иванова, это действительно стиль, и, в частности, стиль петербургской жизни. В 1912 году подлинные миниатюры, как он пишет, сосредоточились в руках некоего великого князя. Но, надо сказать, что, несомненно, вот этот эстет, тот образ эстета, который выводит Георгий Иванов, он показан иронически сгущенно. В своем амперном кабинете, освещенный люстрой уникой, второй экземпляр имеется лишь в Царскосельском дворце, да и то подделка. В халате, скроенном из вышивки 15 века, обратите внимание, как раз вышивка 15 века. Здесь несомненные переклички с тем, о чем я говорила. Это реставрация русского орнамента у строгановских мастерских. Сидит маленький, толстенький, лысеющий, симпатичный человек в пенсне. После трудового дня в суде или на бирже ему хочется отдохнуть душой в мире прекрасного. Уника льет приятный свет на корейское бюро. За ним был подписан тельзийский мир. Это удостоверено. Конечно, здесь вы чувствуете огромную иронию Георгия Иванова. В бархатном футляре заманчиво сереют под стеклом целых 16 пар редчайших щипцов для снимания нагара. Так хорошо бы потрогать их, поразглядывать в лопу первопечатные свяцы, пошуршать ризой византийского епископа. Так хорошо, так сладко. Но нельзя. Если он не хочет топтаться на месте, превращаясь в дилетанта, нельзя. Вздыхая, человек достает пачку тощих книжонок в разноцветных обложках. Их сусальная яркость режет глаз. Едва их развернуть в брошюрке лопается. Грубая бумага выгорает. Что за рисунки божьи? Что за название? И в руках держать неприятно. Шершавые, как репини. Но надо. Поправ Пенсне, эстет читает. Чудовище, кроза вершин с ужасным задом. Схватила низшую кувшин с прелестным взглядом. Это уже, собственно, начинается обращение к современности. К современной поэзии, к современной книге, которую эстет тоже собирает и коллекционирует. И вот мы здесь переходим с вами, действительно, к той теме соединения, вот этой реставрации прошлого и культуры модерна. Той новой культуры, которая зарождается, явственно дает себя знать уже в 1890-е годы, в годы перелома. Здесь уже речь идет, конечно, о всем известных людях, которые становятся символами этой культуры. Тех, которых и позже запечатлеет Ахматова в поэме «Без героя». Перед вами Александр Александрович Блок начала 20-го столетия. Представитель младшего символизма. Анна Андреевна Ахматова в изображении. Именно мы дали этот портрет в изображении, тоже фиксирующий модернистскую внешность этой одной из первых женщин Петербурга. И тоже портрет Брюсова работы Врубеля, где вы видите его в демонической позе, сложившей руки на груди. Он, несомненно, очень осознанно позирует Врубелю, потому что тоже входит в культуру Серебряного века в определенной роли, в определенной маске и определенном имидже. Собственно, что же это за культура модерна? Естественно, речь идет здесь не только о разрушении всего старого, потому что, в общем-то, так как-то уже и сложилось, что рубеж столетий, переход от одного века к другому. Есть действительно такой рубеж, когда происходит ломка традиции. Так было и в конце XVIII столетия, так было и в XX столетии, так было уже наступившим XXI. Ломка традиции, однако, в каждом столетии наполнялась своим конкретным содержанием и наполняется конкретным содержанием и сейчас. Но что же, собственно, какое новое содержание несла в себе культура так называемого Серебряного века? Серебряный век, о нем так получает название этот отрезок времени, так о нем пишет Ахматова. Серебряный век назван вслед за золотым веком русской культуры. И представители Серебряного века, которые сами же так себя называют, прекрасно помнили именно о золотом веке. Блок в очень известном стихотворении «Россия» пишет об этом золотом веке. Опять как в годы золотые. Две стертых треплются шлеи. И годы золотые, именно золотой век русской культуры и шлеи это обращение к образу птиц от руки Гоголя. Вот так золотой век русской культуры Пушкин, Гоголь, расцвет сменяется, как они сами считают представители Серебряного века, Серебряным веком. Мережковский в конце уходящего 19 столетия читает цикл лекций, посвященных о современной литературе. И как раз он пытается обобщить те новые явления жизни, которые составят содержание культуры наступающего 20 столетия. Прежде всего, это стремление заглянуть за то, что мы видим в материальном мире. Это стремление за видимым увидеть невидимое. Это отказ от реализма, грубого реализма, естественно, имеется в виду. И более того, натурализма. Того натурализма, который получил у нас, он получил меньшее развитие, но Франция это тот самый в определенной степени животный натурализм, физиологический натурализм, которые увлекались, несомненно, в конце 19 столетия. У нас эта натуралистическая школа находит свое развитие в решении каких-то социальных аспектов. Создается ряд очерков петербургской жизни, физиологии Петербурга, всем известная под руководством Некрасова. И вот здесь надо сказать, что стремление показать натуру, показать жизнь как можно более, приближаясь к этой натуре, оно стало, по сути дела, себя изживать очень быстро. Но в конце 19 столетия оно вызвало не просто его изживание, но определенную и не просто отрицательную реакцию, но преодоление материального искусства. Через материальное и за материальной завесой видимого увидеть невидимое. В этом начало 20 столетия. И вот эта, собственно, тенденция охватывает все виды искусства, изобразительного, словесного. Потому что, действительно, это время, которое пытается востребовать духовную реальность. И отсюда, как мы говорили, и такое активное осмысление древнерусской изобразительного искусства, древнерусской иконы. Символисты были одни из первых, кто воспринял философский опыт Владимира Соловьева. Владимир Соловьев оказал на 20-е столетие, на начало 20-го столетия, огромное влияние. И примечательно то, что он умер именно на рубеже столетий, в наступившем 1900 году, но заложил ту пружину развития русской культуры, которая продолжала действовать вплоть до 20-30-е годы уже и в русской эмиграции. Здесь, несомненно, надо говорить и о философии Владимира Соловьева. Философии, в которой он был в чем-то оригинален, а в чем-то, естественно, опирался на традиции, и в частности, Платона. Владимир Соловьев писал очень много, очень много на разные темы, но, естественно, что художник, поэт не мог воспринять Владимира Соловьева во всей полноте и сложности его философских построений. Но определенные его положения были очень активно восприняты символистами. А именно о том, что видимый мир имеет мир невидимый, о чем Владимир Соловьев писал и в стихотворениях. Милый друг, ты не видишь, что все видимое нами. Только отблеск, только отцвет от невидимого очами. Вот этот отблеск, отцвет невидимого мира, духовной реальности символисты пытаются изобразить через образ символ. И об этом очень четко пишет Дмитрий Мережковский. Он говорит о том, что задача художника показать эту тайну мира, приблизиться к этой тайне. И именно этому сложит образ символ, который, с одной стороны, изображает реальность, но, с другой стороны, эта реальность как бы кивает, указывает на многозначность другого невидимого мира. И вот это положение, оно, несомненно, идет из философии Платона, который Владимир Соловьев уже для уходящего 19-го столетия актуализировал. Далее, конечно же, образ символ. Это знаковая, по сути дела, поэзия, проза, живопись. Становится тем способом коммуникации между людьми, который диктует и определенный моду, определенный стиль общения, определенные коммуникативные единицы этого общения. Они очень непонятны не только для нас, современников, с вами. Они вызывали уже в 1920-х годах иронию. Между прочим, Андрей Белый, представитель младшего символизма, очень яркий представитель, он уже позже, как раз в 1920-е и 1930-е годы, иронически вспоминает об этом времени. Он рассказывает о том, как люди используют вот этот символ везде, во всем, не только этим занимаются художники, поэты, но и те, кто живут в культуре Серебряного века. Они одевают определенные одежды в определенной цветовой гамме, которая должна что-то сказать. Каждая их поза является символичной. Она тоже обозначает нечто помимо сложенных рук, как мы видим у Валерия Брюсова. Их разговоры несут в себе некий подтекст, некий мистический, неявный, но указуемый смысл. И Андрей Белый пишет о том, что со стороны, казалось бы, два человека культуры модерна разговаривают о самоваре. Но в этом разговоре, конечно, с иронией пишет Андрей Белый, о самоваре можно и нужно искать подтекст и думать, с чем ассоциируется самовар, какой его многозначный смысл. И так далее, и так далее. Вот культура символизма, она прежде всего ставила свои формы в бытовой жизни. И символ становился знаком и повседневности. Поэтому люди действительно вели себя со стороны непосвященных, могли вести себя очень и очень странно. И еще одна черта, одна такая значимая очень часть наследия Владимира Соловьева, которая была востребована на разных уровнях и разным сознанием 20-го столетия. Это его философия, философия, связанная с идеей Софии при мудрости Божией, которая потом получает уже в Париже развитие в трудах отца Сергия Булгакова идеи софианства. Владимир Соловьев очень много тоже, что симптоматично, изучал древнерусскую жизнь. Он ездил в Московскую духовную академию, то есть в Сергии, в Посад, к Троице. И там читал, слушал лекции в библиотеке, занимался, читал древнерусские книги. Он пытался понять, что вкладывало наше сознание в образ Софии при мудрости Божией. Потому что действительно история древней Руси связана с Софийскими соборами Киева, Великого Новгорода. Икона Софии в при мудрости Божией обозначает действительно при мудрость Божию. Владимир Соловьев считал, что София есть некая, ну почти, скажем так, он до этого не доходил, но тем не менее, логически подводил читателя к этому четвертая ипостась мира. Женская сущность, душа мира. Есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И если есть Дух Святой, то должна быть одухотворенная душа мира, преображенного Духом Святым Божиим. Душа земли. Вот это и есть София при мудрости Божия. И вот эта идея Софии при мудрости Божией, она смыкалась где-то с идеей вечной женственности, которая была связана с немецкой традицией философской. Ну и так далее, и так далее. Здесь действительно Владимир Соловьев не подошел к, собственно, тому, что София при мудрости Божией есть четвертая ипостась мира. Но он подводил к этому. Александр Блок, Андрей Белый, они восприняли сложное, очень философское учение Владимира Соловьева поэтически, так, как могли воспринять это юные поэты-символисты. Они считали, что в определенных женщинах вот эта душа мира находит свой отблеск. И это была для них на определенном этапе сначала Любовь Дмитриевна Менделеева, потом это могла быть и актриса Волохова, потом это могла быть и Катька из «12» у Блока. Но, тем не менее, вот эта идея вечной женственности, души мира, связанная с женским началом, она находит свое художественное осмысление, но не только художественное осмысление. Опять-таки, культура Серебряного века отличается именно тем, что вот все эти очень сложные построения, можно сказать, заумные построения, они реализуются, не должны воплощаться обязательно в жизненную практику. И поэтому душой мира становится не на бумаге. Душой мира должна стать, например, жена Александра Блока, невеста сначала, потом жена Любовь Дмитриевна, урожденная Менделеева. Жизнь должна нести вот этот отпечаток, и даже не отпечаток, она должна быть посвящена рыцарскому служению душе мира. Все то, что для Владимира Соловьева было действительно философией, и то, что представляла его философия, воплощалось теперь символистами жизни. Как все это происходило, и какие формы принимал уклад 20-го столетия, об этом в нашей следующей передаче. А пока, всего доброго.